Здравствуйте! На библейский портал «Экзегет» поступил следующий вопрос. Кто главный враг человека? Ох уж это любимое занятие православных христиан — найти врага вовне. На него скинуть все свои духовные, душевные, психологические, финансовые проблемы и говорить «вот, вот, он виноват», повторяя принцип Адама, который вместо того, чтобы попросить у Бога прощения за свое согрешение, говорит «жена, которую ты мне дал, она дала мне есть, я ел». То есть я-то тут при чем? Меня взятки гладкие, ты жену создал, ты мне ее дал, с нее и спрашиваю, я тут при чем? Я великий, я умный, я по любви к ней проявил послушание, чтобы не обидеть, чтобы не огорчить, вот, ты вот с ней разбирайся. Что мы имеем? Имеем тысячу лет нахождения в дьявольских руках, имеем необходимость Господа Бога стать человеком для того, чтобы спасти потомков Адама и его самого из дьявольских лап. А где ж находится главный враг? А главный враг в себе, ты сам. Сколько притч существует святоотеческих, когда бесы сидят на лавочке, ногами болтают, старец великий, какой-нибудь Антоний великий, Пимен или Сесой, говорят «а что ж вы, сидите, ничего не делаете?» Говорят, а что нам делать? Люди за нас делают нашу работу. Действительно, мир настолько погряз во зле, что, кажется, все силы ада здесь собрались. Нет, друзья, они отдыхают. Мы сами друг друга живьем, съедаем. По трупам идем, по карьерной лестнице. Считаем, что если я украл, и меня не поймали, вот это хорошо. А поймали, вот это плохо. И негодяи, и те, кто меня поймал. А мне детей растить, а мне жене колье купить. Я же плохого не хочу, я хорошего хочу. У этих людей так много было всего. Сами, мол, наворовали. Что это, какие-то нравственные принципы мне тут еще рассказываете. Врачу исцелись, а сам. Мир перевернулся с ног на голову. Действительно, наступили те времена, когда подавляющее большинство людей духовно больных считают больными духовно здоровых. Я могу привести массу примеров, но не хочу, как говорится, разводить холивар в комментариях. Поэтому, друзья мои, хотите, чтобы мир был лучше, город, район, регион, страна, начните с себя. Есть общий прониковый эффект у всех наших поступков. Об этом и в Писании говорится неоднократно. Устояли бы многие города, если бы там был десяток праведников. Будьте одним из этого десятка. Вот воодушевитесь этой идеей. Может быть, к вам прибавится еще десяток. Еще десяток. И не будет Господь отвечать на вопрос, почему вот Силамская башня упала в Иерусалиме и погубила под собой почти два десятка человек. Не будет Господь говорить, что не потому, что они были грешнее всех людей, для того, чтобы вы покаялись. Если мы все будем жить благочестиво, правильно, по мере сил, конечно, но стараться к этому. Не называть грех добродетелью и не гнать тех, кто хочет жить благочестиво. То улучшится все в нашей жизни. Не только духовная составляющая, не только психологическая. И материальная, если хотите. Мир, конечно, раем не станет. Потому что, как бы ты ни старался увеличить добро, все равно будет много слуг, скажем так, зла. Кто хочет творить зло только ради зла. Бессмысленно, беспощадно. Ну, как любая русская революция. Но все равно ты можешь противостоять силам зла, живя добродетельно, вот, внутри своей семьи, своего города. Спасись сам, и тысячи вокруг тебя спасены будут, говорит преподобный Серафим. Что значит спастись? Господь спас нас, и так уже. Что надо делать? Уподобиться Христу. В чем? В кротости, в смирении сердца, в любви, в терпении, в надежде, в благочестии. Пусть Господь будет нам помощник. Давайте не будем врагами домашним нашим, начнем с малого, не будем трепать им нервы, не будем самоутверждаться за счет детей или жены, как часто бывает, или коллег по работе, или просто перед первым попавшимся человеком. Не будем тщеславиться, не будем бесчинствовать, гордиться. И так всегда пребудем с Господом любви. Чем будет больше любви в наших сердцах и в наших делах, не в чувствах, в делах, тем скорее к лучшему изменится все вокруг нас. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...